Давным-давно на канале Фьючерс Тайм мы сделали подборку телефонов из СССР. Это было очень больно, но это было только начало. Начало ада. Удар 2. Какими телефонами пользуются в Северной Корее? Модные гаджеты. Диктаторская власть Северной Кореи прикладывает огромнейшие усилия, чтобы вбить в головы своих граждан, что капитализм это плохо. Ближайшие его ростки видны через границу, в Южной Корее, где люди разговаривают на том же самом языке, живут намного лучше и больше зарабатывают. По неклассной статистике с самыми желанными телефонами в Северной Корее являются новомодные флагманы от Samsung и LG из такой ненавистной Южной Кореи. Официально такие смартфоны в стране Ким Чен Ына купить нельзя, их заполучают путем контрабанды. Ничего не напоминает фарцовщиков из СССР? Конечно, доступ к такой продукции имеет только номенклатурная элита. Большую часть населения Северной Кореи составляет рабочий класс, а средняя зарплата по стране 40 долларов. О каком Galaxy S9 тут может идти речь, так это только Nokia 3310. Ким Чен Ын и смартфоны. Благодаря переходу власти к более молодому Ким Чен Ыну произошла техно-революция в КНДР. Молодой северокореец, которому было все позволено, конечно, заинтересовался современными технологиями и мобильными гаджетами. Именно он распорядился наводить страну простейшими компьютерами для массового пользователя. Так в КНДР появились и смартфоны. Сегодня СМИ растиражировали фотографии, на которых Ким Чен Ын изображен со смартфонами тайваньского производителя HTC. Однако простым гражданам КНДР такая техника недоступна. Смартфоны производства Северная Корея. Северокорейцы научились не только изготавливать ракеты и танки. В этой стране делают современные мобильные телефоны для внутреннего рынка. Смартфоны в КНДР стоят от 200 до 300 долларов. За меньшую цену нельзя купить телефон в Северной Корее. Хотя совсем рядом в Китае цены на смартфоны начинаются с 50 долларов. Есть также топовая линейка мобильных аппаратов Erirang Touch Phone, также севернокорейского производства. Такие смартфоны стоят примерно 400 долларов США. Международный мобильный оператор Uroscom имеет монополию в этом сегменте. Звонить по мобильной связи можно только внутри страны. Международные звонки невозможны. На сегодняшний день в КНДР мобильниками владеют около 2 миллионов человек. Культ мобильного телефона в Северной Корее. В этой удивительной стране обычный мобильный телефон стал культовым товаром. Собственно, населению не привыкать к культу, например, к культу личности Ким Чен Ына. Однако весьма странной звучит информация о том, что северокорейцы на помолвку вместо колец дарят мобильные телефоны. Настолько желанными они являются для населения этой страны. Итак, Дмитрий и Ирина, я объявляю вас мужем и женой. Обменяйтесь телефонами и помните, что к Сайоми всегда лучше айфона, ровно как и Фьючерс Тайм, лучше Вилсакома. Рил Ток. Любой мобильный телефон подчеркивает статус гражданина Северной Кореи. И это в 2018 году. Подарок в виде мобильного аппарата вместо кольца на помолвке говорит намного больше о финансовом положении жениха. На данный момент только каждый 12-й житель КНДР владеет мобильником. И максимальное количество таких счастливчиков сосредоточено в столице, Пхеньяне. Там их доля составляет 60%. Привязка имей к конкретному гражданину КНДР. В Северной Корее каждому гражданину разрешается иметь в пользовании только один мобильный аппарат. Там происходит привязка каждой трубки к конкретному гражданину и паспорту. Оплата мобильной связи происходит только при предъявлении паспорта. Понятное дело, так местному КГБ проще контролировать все население, проводить прослушку мобильных телефонов и знать, кто о чем говорится своими собеседниками. К техническому прогрессу не подвластны диктатура и коммунизм. Это проверено на примере Северной Кореи. О каких странах вам было бы еще интересно узнать про рынок мобильных телефонов? Напишите в комментариях. Если это видео наберет 300 лайков, то мы сделаем продолжение. Игра. Угадайте, как его зовут. Это невозможно, но попробуйте. Первый угадавший получит 1 балл. Подписывайтесь и почувствуйте нечто иное.